31 мая на календаре, и во многих странах именно в этот день отмечают Всемирный день попугая. Да, главная цель этого праздника – обеспечить выживание всех видов этих птиц, как в дикой природе, так и в неволе. И вот в Ленинградском зоопарке прямо сейчас находится и наблюдает за этими пернатами наша коллега Юлия Чеснокова, она уже готова поделиться своими впечатлениями. И мы передаем слово, Юлечка, доброе утро, поздравь, пожалуйста, всех попугаев от имени нашей программы. Честно говоря, я ожидала, что у Юлии на плече попуга сидит. Мы сейчас выясним, почему это трудновыполнимая задачка от лица всех блондинок. Поздравляю всех попугаев, потому что сегодня и Всемирный день блондинок, и Всемирный день попугаев. Так, от кого будем их защищать? Давайте спросим у зоолога Валерия Никульна. Валерия, вы все знаете о попугайчиках. Итак, нуждаются ли они в заботе петербуржцев? Здравствуйте. Да, пожалуй, лучший вариант заботы о попугаях – это не заводить попугая дома. Потому что этот питомец достаточно сложен в содержании, в общении, во всем. Давайте пока вот поближе к нам подобрались попугайчики, покажем их и расскажем. Мы у павильона желто-синежелтых арт. И они буквально два дня назад переехали в этот открытый павильон. Как себя чувствуют? Им очень нравится, потому что им всегда нравится переезжать в летнюю квартиру. Только в прошлый раз это был павильон немножечко поменьше, клетка была поменьше. А сейчас у них огромный простор, у них естественные деревья. То есть они получают удовольствие. Ну, смотрите, кажется, он такой миленький, сидит на ветке. Вот поманишь его, он на плечо, сядет на голову, любую команду выполнит, слова выучит. Так или нет? Ну, это вам очень кажется. Обратите внимание на то, какой у него огромный клюв. Клювы очень многих попугаях заточены на то, чтобы раскусывать орехи. И, соответственно, раскусывая орех, он прекрасно может прихватить и ваш палец. То есть, как бы, эти клювы служат не только для добычи пищи, но и для разрушения, для защиты. Поэтому, как бы, он может выглядеть мило, но быть довольно опасным. Так, я поняла, больших попугаев, несмотря на всю их красоту и притягательность не заводим. А что касается маленьких, волнистых, это хороший домашний питомец или тоже есть свои нюансы? Ну, для новичков можно, конечно же, посоветовать волнистого, неразлучника или кореллу. Но здесь нужно учитывать то, что попугай – это, во-первых, долгожитель. То есть, этот питомец останется с вами надолго. Лет 15 они живут свободно. Во-вторых, содержание только в клетке для птиц может быть губительно. Поэтому им нужно большое пространство. То есть, вам придется попугая из клетки так или иначе выпускать, хотя бы на пару часов размять крылья по квартире. И здесь встает следующая проблема – попугаи-разрушители. То есть, даже маленький попугайчик будет обдирать обои, начнет грызть мебель. Или за этим нужно следить, и от этого очень тяжело отучать, практически нереально. Тут цветочки лежат, чтобы попытаться приманить наших друзей. Как их зовут? Их зовут Ника и Арчи. Это довольно молодые еще сине-желтые Ара. Ну что, ребят, цветы Петербурга. Скромные цветы Петербурга для таких красавцев. Интересуют вас или нет? Нет, вы птички гордые, да? Просто так не прилетаете. Ну, помимо всего прочего, вы же для них незнакомый человек. Попугаи отлично запоминают и своих хозяев, и тех, кто за ними ухаживает. Поэтому к незнакомым людям они просто не пойдут. Понятно. А правда, что они часто, птички, могут испытывать стресс. И мы, люди, можем активно вызывать его у них. Да, это действительно так. Еще одна сложность, собственно, в содержании попугая – это как раз-таки стресс. Попугаи очень привязываются к людям, то есть к хозяину. И малейшее уменьшение уделяемого им внимания может вызвать стресс, который перейдет в самоощипывание и различные болезни. Вдобавок еще может испортиться характер. То есть попугаи ревнивые, попугаи становятся озлобленные. То есть они будут всеми способами пытаться перетянуть внимание на себя, даже жестокими, как укусы. И нужно еще задумываться о ветеринарной помощи, что ее, ну, допустим, в Петербурге можно еще найти для птиц, а вот в каком-нибудь маленьком поселке, городке, если животное заболеет, будет трудно понять, что с ним. Да, абсолютно верно. Он смеется? Эти попугаи немного могут говорить, да, он может смеяться, может говорить «давай», может говорить свое имя «Ника», одна из них. Так что, да, некоторые слова они умеют говорить. Но возвращаясь к вопросу ветеринарной помощи… А там второй, второй пришел. Да, да, это Арчи как раз. Арчи, ты смеешься? Оба, оба. Да, собственно, нужен специалист, который работает именно с птицами. У птиц специфический организм, отлично от млекопитающих, соответственно, ветеринарная помощь нужна будет немного другого порядка, и не во всех городах есть такие специалисты. Спасибо большое, но я поняла главную мысль, что, ну, во-первых, большого попугая заводить, кажется, уже не стоит, и если заводишь маленького, ты заводишь настоящего родственника, он будет с тобой в ближайшие 15 лет, у него может быть сварливый, вредоносный характер, и с ним нужно будет справляться, а выпускать его из клетки на улице Петербурга не решение, потому что зиму, конечно же, такой попугайчик не переживет. Они нас обсмеивают, вот их главная активность. Поэтому, друзья, если вы хотите полюбоваться попугаями во Всемирный день попугаев, то можно приходить в Венеградский зоопарк, где таких птичек огромное количество, и не только такие красавцы, но и другие, всех найти, всех пересчитать. А вот заводить – это уже ответственное решение взрослого человека. Дважды подумайте.